Олег Жданов, военный эксперт, присоединяется к нашему эфиру. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Можем ли мы сейчас сказать, что наиболее небезопасными в эту минуту, в этой ситуации в Одесском регионе являются как раз те населенные пункты, которые конкретно на, скажем так, береговой линии находятся? Или это будет ошибочный вывод? Я думаю, это будет ошибочный вывод. На сегодняшний день безопасных мест на территории Украины не существует. И вы не забывайте, что ракета Х-22 летит на 600 километров. Поэтому она может ударить в любую точку Украины. По поводу самой ракеты, или самих ракет во множественном числе, несколько слов можете сказать о модификации, о точности? Самые такие основные моменты? Основные моменты ракета 65-го года разработки в 68-м году была принята на вооружение. Двигатель жидкостной, летает на ракетном топливе, но она предназначалась для... она сверхзвуковая, и предназначалась она для борьбы с авианосцами Соединенных Штатов Америки. И поэтому точность ракеты, ну по тем временам, в 68-м году она была высокоточной ракета. Но в пределах, как написано в описании, в пределах размеров авианосца она может иметь отклонение. То есть где-то 200-300 метров вправо-влево ракета может гулять. Но и еще по сухопутным целям она предназначена для... это самое... для выражения отдельно стоящих промышленных зданий. Ну это вот под эту категорию подпадают обычно супермаркеты. Вы имеете в виду такое, как в Кременчуге? Да, да. То есть отдельно стоящее здание промышленного типа для нее является непосредственно объектом. То есть ее головная часть, самонаведение, может захватить такое большое здание отдельно стоящее. Или большой корабль на акватории моря. Или девятиэтажку, правильно? Да, абсолютно правильно. Если в курортной зоне там лесополоса, допустим, или парковая зона, и стоит девятиэтажное здание, для нее это большой объект, который она в состоянии захватить. Олег, если говорить про вот этот населенный пункт Сергеевка, до войны там около пяти тысяч людей проживало, ну это там официально чуть больше пяти тысяч. Сейчас, понятно, мы не знаем сколько и не до того, чтобы считать, да. Но хотя бы гипотетически можно было бы допустить, что там какие-то военные объекты, что-то такое в самой Сергеевке? Ну там нет, нельзя было допустить. Почему? Потому что у нас, во-первых, в Бессарабии практически вообще, насколько я знаю, военных объектов нет. И тем более это курортные зоны, которые всегда приносили там доход в бюджет с налога на туризм и с налога на курорт. И мы в последнее время не строили каких-то новых объектов. Поэтому Российская Федерация прекрасно знает, что со времен Советского Союза там объектов больше нет. Единственный военный объект это была воздушно-десантная дивизия в Измаиле, так это было при Советском Союзе. Олег, ну вопрос, не знаю, поможет ли Украине та система ПВО, которую пообещали Соединенные Штаты передать Украине НАСАМС в случае атаки именно таких ракет? Да, поможет. Просто вопрос в количестве этих систем. Понимаете, у нас самая крупная страна Европы, и нам нужны не десятки, нам нужны сотни этих систем, чтобы закрыть города. Но в принципе, если хотя бы несколько десятков будет поставлено, мы можем по периметру сделать такой своеобразный воздушный забор. По периметру, вы имеете ввиду только территория? По периметру границ нашей страны. То есть на небольшом удалении вдоль границы расставить, чтобы они хотя бы снижали количество, прорежали ряды ракет. Если это групповой удар, то да. Если это, допустим, одиночные удары, то тогда они будут перехватывать. Потому что у них достаточная высота, 16 километров высота, и дальность, правда, незначительная, 40 километров. Но время реакции системы настолько высокое, что они в состоянии справиться и со сверхзвуковыми ракетами. А вот в случае массовой атаки, такая как была неделю назад по Житомиру, по Черниговской области, там полсотни ракет одномоментно вылетели. Что нужно Украине, чтобы справиться с такими угрозами? С такими угрозами сегодня в мире не справится никто. Даже вспомните, железный купол при массированных атаках пропускал до 10% ракет. Поэтому на сегодняшний день, может быть, это будет оружие будущего какое-то, которое мы можем разработать. У нас в стадии прекрасная школа радиоэлектроники, и у нас конструкторская, имею в виду, и прекрасная база у нас по системам наведения, тот же КБ «Луч». И если мы себе разработаем какую-то новую суперсистему, то да, это может нас спасти. Но на пока в мире групповой удар отразить не может никто. Ну или уничтожение пусковой установки. Тоже хороший вариант в случае угрозы. Ну, в принципе, Израиль так иногда поступает. Они, когда видят выдвигающиеся на позиции вот эти прикапы, оборудованные для стрельбы с ракетами или реактивными снарядами, то они их просто уничтожают на подходе. Ну, в случае атаки по Житомирской области, по Черниговской области на прошлой неделе, это были самолеты из территории Белоруссии по Кременчугу, с территории России. Смотрите, у нас на сегодняшний день даже старая советская система С-300, которая у нас является основой противовоздушной обороны, имеет дальность поражения более 200 километров. Самолеты делают пуски где-то с дистанции 50 километров не ближе от границы, для того, чтобы успеть еще совершить маневр разворота и уйти назад в воздушное пространство Белоруссии. Если будет политическое решение, мы можем их сбивать на подходе. Вы связываете для себя вчерашние события, имея в виду вот этот как бы акт доброй воли, на самом деле просто отступление? Ну, это была операция бегства. Да, да, бегство, правильно. И то, что сегодня произошло в Сергеевке. Вполне может быть. Россия очень амбициозная страна, ее руководитель вообще человек, я так понимаю, очень сильно обидчивый. И любое военное или политическое поражение мы с вами сразу же чувствуем на себе вот такими вот ракетными ударами в самые непредсказуемые, казалось бы, места. В целом, давайте оценим ситуацию на фронтах. Мы знаем, что сегодня очень непросто было и на Донбассе, в Бахмуте, в частности. Какие риски там есть и что меняется с военной точки зрения? С военной точки зрения не меняется ничего. В общем, мы пытаемся стабилизировать ситуацию, но это очень тяжело на сегодняшний день, потому что превосходящие силы противника пытаются атаковать наши позиции постоянно. Особенно вот сейчас это Бахмут, это направление на Славянск и это город Лисичанск. Вот в стадии по Лисичанску они приняли решение не штурмовать город в лоб, они пытаются его взять в кольцо. И поэтому вероятность окружения Лисичанска, она на сегодняшний день довольно высока. Насколько высока вероятность рассечения сил украинских по реке? Нет, ну по реке, в принципе, рассечения вряд ли. Единственное, что они пытаются пробиться к Бахмуту, они думают, что если они возьмут Бахмут, то они тогда могут сделать оперативное окружение, то есть большая группировка по дороге, там, по-моему, Ясиноватая, Краматорск, они тогда могут, по трассе М-03, они могут тогда отсечь группировку, которая находится за этой трассой в сторону Лисичанска. Но хотеть это одно, а мочь это совсем другое. Пока у них ничего не получается. Белорусское направление и то, что заявляют и Путин, и Лукашенко, вот эти, простите, политические мансы, ну я не знаю, как это еще можно назвать, да, нормальными переговорами это уж точно не назовешь, да, вот они проектируются на уровень безопасности именно вот на той линии, скажем, границы или фронта для Украины? Ну, смотрите, с Лукашенко там ситуация, конечно, очень сложная. Почему? Потому что он, с одной стороны, проводит мероприятие подготовки вооруженных сил к войне, а с другой стороны, он делает вещи, которые говорят о том, что он воевать не собирается. Например, отдает боеприпасы и технику с длительного хранения Российской Федерации. Мобилизованных, военнообязанных он не мобилизирует на этих учениях, которые он там проводит с военкоматами, а он просто разослали повестки и людей заставили отметиться в военкомате, с одной стороны. А с другой стороны, у нас мы видим постоянную ротацию белорусских войск вдоль нашей границы, которые там то минируют местность, то разминируют местность. Я так понимаю, что Путин его толкает на самоубийственный поход в плане вступления в войну против Украины. Но Лукашенко понимает, что пока он не отдал этот приказ, он еще может как-то лавировать. Как только он отдаст этот приказ, у него будут огромные проблемы, начиная с пребывания у власти. Услышали, благодарим вас. Я напомню, Олег Жданов, военный эксперт, с нами на прямой связи. Спасибо.